КОМСКОМ АВАНГАРД 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 В то, что серия снова переедет в столицу Казахстана, местные болельщики, казалось, поверили после того, как Сергей Мазякин на 50-й минуте неотразимо бросил под перекладину. Однако на этом интрига не умерла. Дастин Бойт сократил отставание до минимума, а за 53 секунды до конца основного времени, когда гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, после броска Эндрю Хатчинсона шайба от ловушки Аханина в третий раз влетела в ворота хозяев. И все-таки в дебюте овертайма удача таки улыбнулась хоккеистам-магнитке. Своё слово сказал опытнейший Максим Сушинский. 4-3 продолжение серии в пятницу в Астане. Таким образом, полуфинальную пару с трактора могут составить либо Борис, либо победитель пары Акбарс-Салават-Юлаев. И кто-то из них, в случае если вылетит магнитка, может попасть на авангард. Сегодня могут определиться все участники одной-второй финала в западной конференции. Оба матча в режиме реального времени покажет наш телеканал. В 16.55 начнется прямая трансляция из Череповца. Северсталь принимает Мытищинский Атлант. А в 21.25 по московскому времени на связь выйдет арена Рига. Динамо сыграет с Нижегородским Торпедо. Высшей лиги состоялись все восемь матчей четвертьфинальной серии. В западной конференции вторую победу одержал Донецкий Донбасс. Если в первой встрече хоккеисты подмосковного Клина едва не преподнесли сенсацию, уступив овертайме, то на этот раз преимущество хозяев было неоспоримым. Им удалось забросить четыре безответные шайбы. Счет был открыт на 15-й минуте стартового отрезка. При реализации численного большинства отличился Владимир Малевич. Во втором периоде украинцы забивали уже в равных составах. Точные броски на счету Александра Журуна и Александра Боровкова. Ну а точку в матче в третьей 20-ти минутке поставил Евгений Белутин. 4-0 Донбасс. Альметьевский нефтяник взял реванш за поражение в первом домашнем матче от Волжской Ариады Акпарс. Хотя начало для хозяев ничего хорошего не предвещало. После первого периода они уступали 1-2. Однако татарстанцам удалось переломить хоть встречи. Во втором периоде, уже спустя 48 секунд после его начала, Рустем Шангараев восстановил равновесие. После чего Павел Корнилов вывел нефтяник вперед. Четвертая шайба влетела уже в пустые ворота гостей, когда до конца основного времени оставалось чуть более минуты. Дубль оформил Шангараев. 4-2 Нефтяник. В других матчах западной конференции счет в сериях также стал ничейным. Тольяттинская «Лада» в Пензе взяла убедительный реванш у местного «Дизеля». Ярославский «Локомотив» без особого труда восстановил равновесие в серии с питерским клубом «ВМФ». Для лидера «Востока» Тюменского «Рубина» первая четвертьфинальная игра не стала легкой прогулкой. По ходу 40 минут встречи хозяева постоянно были в роли догоняющих. В стартовом периоде им удалось отыграть две шайбы. Вторым снова пришлось отыгрываться. С этим тюменские хоккеисты справились. Забросив шайбу в раздевалку, Анатолий Васильев расстроил бывшего партнера по команде Александра Хмутова, который сейчас играет на последнем рубеже «Спутника». Случилось это всего лишь за 9 секунд до второго перерыва. Переломным стал заключительный период. Хозяева носились по площадке как на крыльях и смогли добиться успеха. На 10-й минуте хозяева удачно разыграли лишнего. А на последних минутах встречи хоккеисты «Рубина» не только смогли отбиться в четвером против шести. Но из-за мгновения до финальной сирены поразили пустые ворота гостей. 5-3 «Рубин». Южный Урал – одна из лучших команд в лиге по игре на домашней площадке. Но в стартовом матче с Мечелом коллектив вынужден был капитулировать. В концовке первого периода соперники обменялись голами. А за три минуты до окончания второй 20-ти минутки Максим Карпов вывел Мечел вперед. Эта шайба в итоге оказалась победной для гостей. Хоккеисты из второй команды Челябинска оказались единственными, кому удалось добиться победы в гостях. Остальные встречи на радость местных зрителей завершились победой их любимцев. Вторые матчи плей-офф на Востоке пройдут сегодня. А завтра мы обязательно расскажем об их итогах. В молодежной хоккейной лиге продолжается регулярное первенство. В среду состоялся один матч в Санкт-Петербургском дерби. Серебряные львы в серии буллитов обыграли СКА 1946. В составе победителей дублем отметился Кирилл Зоул-Золков. В пятницу на нашем канале в эфир выйдет премьера программы «Прогноз погоды». Вот ее основные темы. Пока трибуны пустуют, а хоккеисты мирно спят, мы прогнозируем хоккейную погоду. Чтобы наутро рассказать вам самые необычные новости. Аномальные явления, сенсационные открытия и нереальные истории из мира хоккея. Только никогда и никому не рассказывайте о нашей секретной метеорологической станции. На этом наш выпуск завершен, а эфир канала продолжит программа «Кухня». Я же от имени нашей творческой бригады поздравляю всех женщин с весенним праздником. Счастья вам, любви и всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова